Добрый день, дорогие друзья! Пришло время нашего очередного урока. Сегодняшняя тема будет касаться недельной главы. Поскольку недельная глава связана с Ноем, история потопа, то именно о потопе мы с вами и поговорим. Значит, тема нашей главы – это, я бы так сказал, зачем Творцу понадобилось совершить вот этот вот потоп. Зачем? Когда интересуешься этой темой, смотришь, рассматриваешь все варианты, то убеждаешься, что многие полагают, что всемирный потоп – он наказание. То есть человек, венец творения, которого сотворил Всевышний, вот он извратил свои пути, он стал себя вести плохо, и поэтому Всевышний решил вот таким образом наказать все человечество. Если я принимаю такой вариант отношения к событиям, то я тогда однозначно утверждаю, что человек, творение Всевышнего, был сделан не очень хорошо, так скажем. Поскольку в этом проекте, который называется «Человек Всевышний», видимо, чего-то не учел, и со временем человек испортился. Испортился до такой степени, что Творцу захотелось его уничтожить. Скажу вам откровенно, что я немного по-другому к этому отношусь. То есть для меня Творец, он всесильный, он всезнающий, его дела, так скажем, они абсолютны, они совершенны, и все, что он создает, он создает безошибочно. То есть это не то, что вот он что-то создал, потом вдруг обнаружил, что никуда не годит. Нет, надо что-то делать. Я думаю, что это не так. Я думаю, что все, что Всевышний делает, он делает согласно своему плану, и все это на самом-то деле для чего-то нужно. Для чего-то нужно. Так вот я и хочу понять, зачем Всевышнему нужен был вот этот самый потоп, всемирный потоп. Значит, что мы можем сказать про потоп? Ну, такое самое поверхностное, то, что вот прям на виду, да, на уровне сюжета, что Всевышний обратился к Ною, велел ему построить некое сооружение, как называется ковчег, и собрать там свою семью, семью своих сыновей и каждой твари-папари. Это нам известно. И дальше написано, что открылись небесные трубы, и из бездны поднялись источники воды. То есть, вот вода наполнила мир до такой степени, что воды возвышались на 15 локтей над самой высокой горой, все покрылось водой, и по существу все живое, которое находилось на земле, оно погибло. Оно погибло, и жизнь осталась только внутри ковчега. Вот то, что было внутри этого корабля, оно осталось живым. Ну, и после этого, как вода схлынула, ковчег пристал к горе Арарат, и начался новый виток жизни. Ну, вот это вот мы все с вами прекрасно знаем. Значит, Ной достаточно долго строил этот ковчег, более 100 лет. Люди поглядывали на него, спрашивали, видимо, он что-то им говорил. Ну, они продолжали свою жизнь. Так вот, еще раз вопрос. Зачем Всевышнему понадобился вот этот самый потоп? Ну, грубо говоря, несчастье. Если это случилось потому, что люди стали плохими, то тогда творец, он не всесилен, он ошибается, он может не знать, что будет через энное количество времени. Если же он всесилен, то тогда у потопа есть какая-то цель. Вот это мы и выясним. Значит, после того, как парадословно, и мы доходим до того, что Ной рождается, я имею в виду сейчас Берешит, 6 глава и 1 стих, написано, что человек стал умножаться на земле. Его стало много, особенно вот много женщин рождалось. И дальше написано, и увидели сыны великих, что девы человека хороши, красивы, и брали себе в качестве жен из всех, кого выбирали. Кого хотели, того и брали. И, глядя на это, Всевышний почему-то заявляет, что он не будет, там написано так, не будет осуждать, спорить или устраивать спора между духом, его духом, который он внедрил в плоть человеческую, и телом человека. То есть между духом и телом не будет никакого спора никогда, потому что плоть, она, вот человек это плоть, и времени ему отводится в 120 лет жизни. И после этого, как раз после этого, еще рассказано, что увидел Всевышний, что сердечные направления, то есть, что намерение сердца человека только к злому, и вот тогда вот он решил убрать, уничтожить человека с поверхности земли, как здесь сказано. Вот такая вот история. Значит, получается, что поводом к тому, чтобы Всевышний это сделал, это то, что сыновья великих брали из дочерей людей, то есть людей низшего сословия, тех, кто ему понравился, и брали себе, я не знаю, в качестве жён, наложниц и прочее, и рождались какие-то геборьим сказано, очень могущественные, крепкие люди рождались, и внутреннее пожелание сердец было к плохому, то есть то, что внутри происходило у людей, это было к тому, что называется здесь «ра» – к плохому. Так здесь написано. Для меня здесь важны два момента. Первое, что среди людей возникла такая ситуация, что семья, как таковая, не являлась огромной ценностью. То есть, если человек имел силу и власть, он мог овладеть любой женщиной, которая ему понравилась. Причём, если мы смотрим, каковы эти были женщины, красивые, то вот написано «хорошие», то мы видим, что это слово написано без буквы «вав». Без буквы «вав» оно справедливо только по форме, но не по содержанию. То есть, внешне они были, видимо, эти девы красивые, по содержанию, видимо, не очень. И что очень важно, что нет никакого спора между духом и телом. Нет никакого спора между духом и телом. И что делает Всевышний? Он организует некую семью, ведь Лот – это семья, он – жена, трое сыновей, жёны этих сыновей, и каждой твари по паре, а чистых пар по семь, для того, чтобы в дальнейшем к ним что-то делать. То есть, он организует некое такое семейное предприятие, ведь вот этот ковчег – это, по существу, он собирает там семьи. То есть, вне ковчега получается, что семья не является великой ценностью, а в ковчеге семья является великой ценностью. И получается, что для Всевышнего именно семья, она в данном контексте истории важна. Важна какая-то там семья. Семья целостная, где отношения строятся по принципу, ну, выстраиваются муж и жена, вот так, родители, дети. Всё это вот таким образом выстраивается. И вот это вот пространство, которое называется, ну, и в ковчег, оно не подвержено смерти. А всё остальное, что вне пространства, подвержено смерти. Причём очень важно, что намерения человеческие к плохому, то есть, то, что как бы внутри, внешне ничего не видно, и нет никакой дискуссии между духом и плотью. Нет такой дискуссии. Всевышний сказал, что он не поставит такую дискуссию и не сотворит её здесь. Вот это вот, значит, очень важный момент, что с семьёй происходит нечто, нечто, что мы можем воспринимать, констатировать, как отрицательный процесс. Потому что нехорошо, когда, допустим, кто-то с кем-то обручены, или муж и жена, а другой приходит и берёт это. Но я вам хочу сказать, что и особого недовольства не было. То есть, не высказывается, что вот если кто-то кого-то там забрал, кто-то был недоволен, началась какая-то свара. Нет. Ну, берут и берут. Более того, рождается гиборим, написано, что дети у них какие-то хорошие, крепкие, мощные рождаются от этого союза какого-то странного. Но Всевышнему, видимо, нужна семья. Не просто вот какое-то крепкое потомство, неважно от кого. Нужна семья. Нужен вот этот институт, который мы сегодня называем семья. Семья. Это некая строгая конструкция. И поэтому он убирает всех остальных, а вот семью он оставляет. И что получается после потопа? Вот схвынули воды, люди вышли, принесли жертвоприношение, и дальше Всевышние заключают с ними новый союз. И в этом союзе для меня очень важно то, что если до потопа было запрещено людям умерщвлять животных и есть от них, то после потопа это разрешено. Человек может умертвлять животное и может есть от этого животного. Для меня это очень важно. Потому что до потопа они ели только растения. А вот после потопа стали есть и животную пищу. Значит, о чем мне это говорит? О том, что плоть человеческая изменилась, она стала слабее, и ей нужна животная пища. Что до потопа она не нуждалась в животной пище, и она была где-то равна духу, и между ними не было никакого конфликта. Между духом и плотью конфликта не было. Так говорит здесь Всевышний. Не поставлю я, не буду судить с точки зрения духа плоть. Не буду судить. А после потопа плоть становится, видимо, слабее, и необходимо поедать животную пищу. Вот это вот необходимо. А чтобы её поедать, можно убивать. Убивать животное. Вот это очень важно для меня. И ещё важно, что до потопа система была вечер-утро. И был вечер, и было утро. Всё начиналось вечером. А после потопа он говорит день и ночь не уничтожен. То есть сначала идёт день, а потом идёт ночь. То есть меняется система отчёта. До потопа вечер-утро, после потопа утро-вечер. Как, собственно, до появления евреев у горы Синай, так у всех народов и было. И так до сих пор у всех народов идёт утро-вечер. А у евреев, у горы Синай, это изменилось на вечер-утро. То есть система вернулась к допотопной. Какова разница? В чём разница? Почему вот вечер-утро – это одно, а утро-вечер – это другое? Ну, если мы говорим, что вечер – это тьма, это отсутствие света, Всевышний скрывается, а утро – это свет, всё становится ясно и чётко, Всевышний обнаруживает себя, проявляется свет, то утро наоборот. Утро – это свет, а вечер – это тьма в обратном порядке. Значит, получается, что если мы начинаем с того, что мы видим Всевышнего, мы ощущаем утро, всё чётко и ясно нами определено, то почему-то через какое-то время всё уходит в туман, Всевышний скрывается, мы его не видим, нет чёткости, наступает тьма. То есть как бы от света к тьме. Сам факт движения от света к тьме предполагает, что человек должен на самом-то деле задать себе вопрос. Почему я вот начал вот так, а закончил вот здесь? Что происходит? То есть начинается оценка своей деятельности. Потому что когда мы движемся от вечера к утру, то вроде бы как мы от отрицательного к положительному движемся и в конце, ну, зачем задавать вопросы, всё закончилось удачно, благополучно, и вопросов не нужно. Всё случилось хорошо. Если же от утра к вечеру, то к вечеру мы должны себе задать вопрос, а что, собственно, происходит? Значит, можно убивать, можно есть от живого, система меняется на утро-вечер, и очень, оказывается, важна семья. Семья. Семья становится основой основ. Потому что именно после Ноя мы как раз придём к Аврааму, и начнётся по существу строительство еврейского народа, который подобен семье. Он подобен семье. И между ними находится потоп. Вот потоп – это то, что изменило одну систему на другую. Что же произошло через этот потоп? Я полагаю, что через этот потоп изменилась мера ответственности человека к тому, что с ним происходит. Более того, я так полагаю, что после потопа возникает то, что мы называем нравственность. Ведь, так скажем, в природе нет нравственности, и поэтому в природе по существу нет убийства. Потому что убийство – это сознательно, когда кто-то у кого-то отнимает жизнь не потому, что она ему нужна, а по каким-то другим корыстным соображениям. В природе есть инстинкт, есть достаточно гармоническое, гармоничное существование, но когда одно животное убивает другое, это не убийство, это охота, это добыча еды и так далее. Значит, когда возникает убийство, тут же возникает и нравственность. Потому что если нет убийства, не нужно нравственность. Зачем? Нравственность не нужна. Значит, потоп всю систему человеческого бытия изменив, он вводит в жизнь нравственные понятия, тем самым заставляет человека непрерывно оценивать свои деяния от утра к вечеру и всякие анализировать, что я делаю и почему я это делаю так, а не иначе. И конфликт между плотью и духом ныне есть, он возникает, поэтому запрещено, допустим, можно плоть, нельзя душу, кровь нельзя есть, потому что между плотью и душой уже возникают отношения, чего раньше не было, и необходимость укреплять семью. Значит, я исхожу из того, что потоп был необходим, что он поменял систему человеческих отношений, что он вводит в систему человеческих отношений нравственные понятия, меняя систему на утро-вечер, он разрешает убийство с целью добычи пищи, и тем самым усиливает конфликт между душой и плотью, для того, чтобы человек мог на себя взять ответственность за то, что он делает, потому что без того, что он ответственен, он не может построить семью. Семья строится именно на ощущение ответственности за свои поступки. Вот как я себе представляю причины вот этого самого всемирного потопа. Так что, на мой взгляд, это не то, что люди стали грешить, стали плохими, их нужно было уничтожить, дело совершенно не в этом, всевышний планирует то, что он делает, он понимает и знает наперед, что будет, когда вот это все произойдет. Поэтому, ну, здесь не случайность, не то, что вот всевышний вдруг в какой-то момент очнулся от того, что происходит, ой, что происходит, какой ужас, я, кстати, что-то не то сделал, нужно все остановить, я останавливаю. Нет, это не так, конечно, не так. Во всем есть некий плановый замысел, и этот замысел в потопе, он четко и ясно осуществляется. Так же, как и в дальнейшем будет замысел, связанный с построением Велонской башни, тоже не случайность, тоже замысел. И вообще, я предполагаю, что все, что описано в таре, здесь нет случайностей, здесь все замысел Всевышнего. Всевышний на самом-то деле строит человечество таким вот образом. Ну, а если вы, конечно, задайте вопрос, а зачем же так сложно все это записывать, ну, я думаю, ведь это написано для людей, да, люди должны это воспринимать. И когда люди читают то, что им понятно, уже сегодня понятно, они как раз это склонны перекладывать на себя и пытаться делать какие-то выводы. Это написано, тара написана для людей. И поэтому какие-то человеческие отношения сюда вводятся. И какие-то элементы антропоморфизма даже вот Всевышнему приписываются, там, у него есть руки, он смотрит, у него длани есть, он реагирует, у него есть эмоции. На самом деле, если вы немножечко подумаем, мы поймем, конечно, что это образы, всего лишь образы, а вот нереальность. Так что вот таково мое отношение ко всемирному потопу, ну, а вы поразмышляйте на эту тему, подумайте, может быть, у вас появятся какие-то другие на этот счет мысли. Да, я, пожалуй, не вижу вопросов. я просто не вижу вопросов. мера ответственности человека зависит от самого человека. Так вот, это вот послепотопное. До потопное было не так. Человек совершал поступки, и, собственно, он был судим Всевышним, а не он. там другие отношения возникают между человеком и Всевышним после потопа. А до потопа были другие отношения. Ну, вот, ладно. Ладно, тогда всего хорошего, шаббат, шалом, и до новых встреч.